В Малорецком районе в преддверии Дня Победы увековечили память еще одного участника войны, летчика Николая Минченко. Его самолет подбили в июне 44-го. Останки были захоронены местными жителями прямо в лесу, а сам командир экипажа числился без вести пропавшим. Установить личность летчика удалось благодаря номеру на двигателе самолета. Сегодня на месте гибели Николая Минченко установлен памятный знак. Петр Бутрим бывал на торжественном мероприятии. На месте крушения самолета Ил-4 Тимофей Клоп отбывает нечасто, не может сдержать эмоции. Он один из немногих, кто стал невольным свидетелем гибели советского летчика. Жуткая авария в июне 44-го взбудоражила всю округу. Летел самолет, и там очередь была, что он дернул по этому самолете, и он заговорился. Еще этот летчик, только что я не знаю, почему он сказал, что Петька, варим. И он выбросился. Ну, с парашюта. И вот завис на елке. Как выяснилось позже, двое членов экипажа спаслись. Найденные останки третьего местные жители закопали недалеко от воронки. Но почти 70 лет личность погибшего была неизвестна. Несмотря на то, что здесь, на месте крушения, были обнаружены множество фрагментов самолета, определить по ним личности членов экипажа было непросто. Большинство обломков обгорели и не несли никакой информации. Наслед поисковиков вывели лишь номера двигателей самолета. Информацию об экипаже начали собирать по крупицам. Вскоре поисковикам удалось полностью восстановить картину произошедшего. Выходил он в 44-м на боевое задание по уничтожению аэродрома, находящегося ныне на территории Польши. В то время захвачивающий немецко-фашистскими войсками. Выполнил боевую задачу и, возвращаясь уже на свой аэродром базе, ночным охотником был сбит. Погибшим оказался командир экипажа, уроженец Харьковской области Николай Минченко. Летчика перезахоронили со всеми почестями. На месте трагедии установлен памятный знак. Говорят, что война закончилась в 45-м году. Да, война окончилась в 45-м году. Но когда окончится война поисковиков, это неизвестно. Потому что мы каждый день, не только мы, все ребята, выезжаем фактически на каждое место падения, это на войну. В истории Великой Отечественной заполнен еще один пробел. К сожалению, пока не удалось найти потомков погибшего бойца. Их поиски продолжаются. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область.